Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня я хочу записать еще один тиргист по шахматам. Ну и я думал какую же тему взять в рассмотрение, чтобы она была интересной и полезной в идеале тоже для большинства любителей шахмат, для тех кто смотрит мой канал. И давайте поговорим про то, какие же есть у нас стандартные контроли времени на чизкоме. То есть мы можем в принципе выставить рандомный контроль времени на чизкоме или честь на любом более-менее популярном сайте шахматам. Ну это два самых крупных естественно. И соответственно давайте разберемся со стандартными контролями, которые тут есть и скажу свое мнение, насколько они будут хорошими. Опять же здесь безусловно мы говорим про онлайн шахматы и естественно, что важно тоже учитывать здесь рейтинг ваш и рейтинг ваших соперников соответственно. То есть обычно рейтинг соперников это плюс-минус 100 пунктов по сравнению с вашим. То есть допустим у вас 2000, у соперников соответственно будет 1900-2100. То средний рейтинг ваших соперников будет конечно же и меньше и больше, но тем не менее стандартно процентов 90-95 у вас соперников будет именно таких. И конечно же от вашего рейтинга тоже будет очень многое зависеть и ваши предпочтения тоже. И давайте разберемся. То есть постараюсь тоже вкратце рассказать про то, какой из контролей какому рейтингу соответствует. Начнем с контроля 10 минут. 10 минут без добавления, один из стандартных контролей и я считаю его очень хорошим для большинства шахматистов и поставлю его вот сюда. То есть чем же хорош данный контроль? Он хорош тем, что вы можете провести более смысленную партию, чем когда у вас допустим 3 или 5 минут на партию. Да, понятное дело, что из минусов это первое то, что сильные соперники тому же мне допустим 2200, 2300, 2400 очень редко играют с таким контролем по 10 минут. Но если допустим у вас рейтинг ниже 2000, особенно там ниже чем 1700, 1800, то найти соперника по 10 минут вам не составит труда. И на исчез, и на исчезкоме, это проверено моими учениками, поэтому шикарный контроль. Да, понятное дело, что здесь есть вероятность читерства, но тем не менее читерство может быть у нас. Естественно, что везде, поэтому от этого нам никуда не деться. Понятно, что с более кроткими контролями вероятность читерства ниже, но тем не менее есть умельцы, которые читерят даже в булю, в буллет, да, то есть в пулю по минуте. То есть, поэтому 10 минут тем более не составит труда. Ну, однако, опять же таки, если мы читерство отбрасываем и разбираем просто партии с нормальными людьми, то 10 минут отличный контроль. Следующие 15 плюс 10. Ну, что могу сказать, я с таким контролем в интернете не играл в принципе никогда, но тем не менее считаю такой контроль тоже хорошим. И если выбирать между 15 плюс 10 и 10 минут, я все-таки считаю, что это контроль хороший, но немножко хуже. Тоже пытаюсь объяснить почему. Дело все в том, что в принципе даже за 10 минут можете провести вполне хорошую партию. И для людей, у которых там рейтинг уже там хотя бы 1500 и выше, я советую все-таки играть больше по 10 минут. То есть, вы можете сыграть большее число партии, больше полного дебютов, больше там отрабатывать те же мидр, шпиль, эншпиль. 15 плюс 10 эта партия может длинуться у вас даже не на полчаса, а на там минут 40 с учетом добавки. То есть, 10 секунд на ход довольно много. Вот поэтому здесь, как по мне, все-таки это слишком длинный контроль. Если был бы контроль хотя бы 10 плюс 5, я бы поставил его в категории очень хороший. Но 15 плюс 10, к тому же, довольно все это долго. И поэтому контроль хороший, но все-таки немножко медленный. И советую переходить на более быстрый. То же самое касается и 30 минут без добавления. На самом деле эти контроли в каком-то плане похожи. Но по 30 минут, даже как ни странно, вам может быть проще срубить флаг. Хотя, казалось бы, времени изначально в 2 раза больше. Но, тем не менее, отсутствие добавки, конечно же, тоже сказывается. То есть, контроль, безусловно, хороший. Но тоже, опять-таки, из-за своими длительности. Из-за того, что вам будет сложно найти соперников. То есть, 15 плюс 10 еще, мне кажется, более-менее. По 30 минут соперника найти будет крайне тяжело. И вы это можете делать там минут 20-30. Сидеть там, просто искать соперников. Вплоть до такого особенности соперник на более-менее серьезном уровне нужен. Поэтому, да, контроль хороший. Но все-таки для интернета, я считаю, для более, в принципе, быстрого восприятия. Вам лучше играть по те же, допустим, 10 минут, либо 10 плюс 5. 30 минут все-таки довольно долго. Ну и далее, здесь идут три подряд контроля с одним днем на ход. Три дня на ход и семь дней на ход. То есть, так называемые шахматы по переписке. Ну и что могу сказать. На самом деле, на мой взгляд, это совсем уж медленные шахматы. То есть, я не вижу смысла в таких шахматах. И, опять же таки, я, наверное, буду субъективным. Но я их поставлю все в категорию ужасной. Почему же ужасной? Дело все в том, что вы просто теряете концентрацию, когда играете так. То есть, представьте, один день на ход. То есть, понятно, что вы ход будете делать, допустим, минуту, две. Может быть, пять минут будете думать над ходом. Вряд ли вы будете сидеть над ходом полчаса и больше. В этом нет никакого смысла. И, в общем-то, у вас теряется концентрация. И все эти контроли, они непонятно зачем нужны. То есть, одна партия может у вас идти там месяц, два месяца даже. Да, если семь дней на ход, так это может вообще чуть ли не полгода идти. Партия при определенных раскладах. И непонятно в чем. В чем смысл. И качество партии на самом деле будет даже хуже, а не лучше в такой ситуации. Такие контроли я никому не советую играть. Я не вижу в таких контролях большого смысла. Поэтому, на мой взгляд, это ужасный, ужасный контроль. И, в общем-то, для интернета это точно не подходит. Играйте более быстро. И, допустим, если вы любите подумать, выбирайте один из этих двух вариантов. 15 плюс 10, либо 30 минут. И там партии с головой хватит времени на партию. Потому что все-таки и там, и там вы можете сыграть партию, которая будет длиться около часа. С учетом того, что в первом варианте будет добавка. В втором варианте, в принципе, полчаса у каждого из соперников. Теперь переходим уже к блицу. И далее у нас будет пуля. Итак, блиц. 3 минуты. 3 минуты это мой любимый контроль. Опять же, топ субъективный. Но, тем не менее, большинство людей там от рейтинга 2000 и выше играют именно с таким контролем. И я считаю, что это, в принципе, для блица в интернете идеальный контроль. Дело в том, что здесь, опять-таки, легко найти соперника. Я бы даже сказал, очень легко найти соперника. Масса турниров тоже проходит с данным контролем. Опять же, какой минус у этого контроля? Единственный минус все-таки тоже есть. Это, конечно же, рубка флага. Без нее тоже никак. Но все-таки это не пуля. И 3 минуты это более-менее достаточно для того, чтобы провести хорошую партию. Опять же, при условии, что у вас есть какой-то определенный уровень. То есть, хотя бы там 1800, я считаю, и выше. 1700, может быть, и выше. То есть, рейтингом 1100 играть по 3 минуты настоятельно не рекомендую. Лучше играйте с более длинными контролями. Если хотите поиграть в битс, играйте хотя бы по 5 минут. Но, тем не менее, шикарный контроль. И, в общем-то, я играю практически все партии именно с таким контролем, если говорить про интернет. Но, опять же, я так и скажу, для людей, которые только начинают играть в шахматы 3 минуты, безусловно, плохой вариант. И я вам не советую играть с таким контролем. Теперь мы идем дальше. И 3 плюс 2. 3 плюс 2 тоже отличный контроль. Но, все-таки, я считаю, что именно для битса в интернете, опять же, вставляю свой личный топ, поэтому будет немножко субъективно. Это чуть-чуть худший вариант. В чем его проблема? Ну, во-первых, одна из проблем, это найти соперника. Это тоже важно учитывать, потому что я когда-то специально ради эксперимента пробовал играть с контролем 3 плюс 2. Ну, и, может быть, так совпало. Но, вот, несколько дней я искал соперников с таким контролем. Это было, да, уже давно, там, может быть, 3, там, 4 года назад. Но факт в том, что я постоянно сидел и просто ждал, пока мне тут соперника. И это очень сильно затягивалось. Ну, и, конечно, это не сильно тебя радует. Да, понятное дело, что здесь, в общем-то, у нас уже исключается игра, там, на флаг, когда, условно говоря, у тебя лишний ферзь, там, или у соперника лишний ферзь, то партия заканчивается так, как и должна быть, а не возможной рукой флага. Но, тем не менее, именно из-за того, что сложнее найти соперника, прежде всего, сильного соперника, я считаю, что это чуть худший контроль. Хотя, опять же-таки, если ваш уровень не сильно высокий, то вам лучше играть именно с добавкой, чтобы вы умели реализовывать перевес за добавленные 2 секунды. И, прежде всего, вы показывали качественную игру, а не гнались за временем. Потому что, опять же-таки, время – это второстепенный фактор, все равно, я считаю. И первое – это качество игры. Он должен быть всегда на первом месте, неважно, с кем контролем вы играете. Далее – 5 минут. 5 минут очень похоже по контролю 3 плюс 2. И, причем, опять же-таки, вступить флаг по 5 минут даже проще, чем по 3 плюс 2. Потому что, все-таки, здесь нет у нас добавления. Тоже классный контроль. Но, все-таки, на мой взгляд, чуть-чуть хуже, чем по 3 минуты. И, если мы, опять-таки, говорим про уровень, там, условно, 1700 и выше, то выбирайте сами, с каким контролем играть – 3 или 5 минут. Но по 5 минут тоже, может быть, чуть-чуть сложнее найти соперника. Тем не менее, проще, чем с добавкой 3 плюс 2. Я, все-таки, в общем-то, сторонник обычных партий без добавления. Хотя, тоже иногда надоедает, когда ты играешь на время, или соперник играет на время. Но, тем не менее, 5 минут – классический контроль. И, вот, раньше, допустим, когда у нас не было еще электронных часов, все турниры, которые я играл там в детстве, и даже уже в более взрослом возрасте, имеется в виду блист-турниры, они были с контролем именно 5 минут. Сейчас, конечно же, уже турниры проходят с контролем 3 плюс 2. Я говорю именно про живые шахматы. Но, тем не менее, мы рассматриваем именно интернет. То есть, в данном случае, здесь стерлист по очисткому. Такие же есть у нас и контроли времени на лечесе, как 5 минут и 3 плюс 2. Тоже стандартные, поэтому и там, и там. В общем-то, если вы будете искать соперника, то это не составит большого труда. Но, все-таки, 3 минуты, опять же-таки, топ субъективный. Мне нравится чуть-чуть больше, поэтому поставлю сюда. Далее пуля. 2 плюс 1 и 1 плюс 1. Ну, 2 плюс 1 – такой более стандартный контроль. На лечесе, допустим, это именно стандартный вызов. На ческоме есть и тот, и другой вариант. 2 плюс 1 – еще есть такое название. Я, по крайней мере, слышал, как ленивая пуля. То есть, это вроде как и пуля формально относится. Но, тем не менее, тут срубить флаг вам будет крайне сложно. И даже, может быть, сложнее, чем по 3 минуты без добавления. За счет того, что, опять-таки, секунда есть. И с лишним призом соперник там просто сделает вам много шахов и набьет время. В итоге выиграет эту партию. То есть, исключается уже фактически. Прям супер явная игра на время. Тоже классный контроль. Я не сильно фанат пули, в принципе. Но, тем не менее, я понимаю, что тоже за счет того, что тут есть добавка, вы можете спокойно провести качественную партию. И по 2 плюс 1 партия по качеству может быть не хуже, чем по 3 минуты. Особенно, учитывая, что в конце вы уже спокойно реализовываете перевес. Поэтому хороший контроль. Но даже очень хороший. Все-таки, на мой взгляд, не дотягивает до звания отличный. То есть, пока у меня на отличный, на этом поле только 3 минуты. Такой супер классический контроль для интернет-блица. Далее уже более быстрая пуля. Тоже с добавкой. Но, тем не менее, изначально у нас не 2, а 1 минуты. Ну и здесь, как ни странно, я ее поставлю рядом с Рапидом. Тоже такое странное сочетание. Но, тем не менее, я стараюсь оценить, как, допустим, я вижу эти контроли. И, на мой взгляд, тоже это контроль хороший, но, тем не менее, не самый лучший. То есть, это тоже пуля. Вы тоже должны очень быстро играть. Ну и я считаю, что увлечение большое игрой в пулю, пусть даже и со секундой на ход, оно скорее вредит, чем помогает. Да, вы будете лучше ориентироваться в цейкноте, но у вас появится привычка играть в быстрые шахматы. Именно имеется в виду в режиме секунда на ход играть. И, соответственно, не думать, а местами просто какой-то делать рандомный ход, что не есть хорошо. Поэтому я не сильно советую увлекаться контролем 1 плюс 1. Да, это, конечно же, не классическая пуля, где у вас нету добавления. Тут добавка есть. И, опять же таки, срубить флаг уже будет сложнее. Но все равно очень большой фактор времени. И я считаю, что он не должен так сильно на вас влиять. Фактор времени, поэтому поставлю ее сюда. Ну и далее пуля. Опять же таки, топ супер субъективный. И наверняка многие поставят пулю вот сюда. Но я думаю, что уже понятно, куда ее буду ставить. Или, по крайней мере, в каком направлении. Так вот, я ее поставлю в категорию так себе. Единственное место, ну, вернее, единственная позиция, которая здесь у меня стоит в категории так себе. Это пуля классическая, самая такая супер традиционная, полминуте без добавления. Опять же таки, очень многие снова не согласятся. И я знаю, что есть любители пули. И в интернете, имеется ввиду, там, среди стримеров шахматных. И просто люди, которые играют, там, не делая при этом трансляции. Опять же таки, почему же я так низко поставил пулю? То есть, ну, не только потому, что я в нее плохо играю, хотя тоже это одна из причин. Но я все-таки считаю, что она в основной своей массе просто вредит. Вредит вам, как шахматистам, если вы хотите развиваться. Даже если, допустим, вы не планируете, там, добиваться супер каких-то целей. Но игра в пулю, особенно игра в пулю, когда вы играете, там, по часу, там, по два, просто, там, пачками эти партии. Она вам принесет просто вред. Вы потом будете играть очень быстро. И вся ваша игра будет сводиться к тому, что вы будете делать какие-то ходы без особого смысла. Просто, там, ход ради хода, чтобы он был быстрый и, там, не сильно плохой. Вот, поэтому, опять же таки, если вы хотите именно повышать свое шахматное мастерство, то пуля, я считаю, что так себе вариант. Да, для развлечения вполне она может иметь право нажить. Но, тем не менее, там, всем своим ученикам, детям особенно, я просто в пулю запрещаю играть. Они, там, могут, конечно, сами баловаться без моего ведома, но, понятное дело, что это только им может навредить. То есть, обычный блиц, там, 3 минуты, 3 плюс 2, 5 минут, это вполне нормальный вариант. Даже 2 плюс 1, я считаю, что еще в такой контроль можно поиграть. Но, вот, игра по одной минутке, это уже слишком, слишком высокий фактор времени. И с таким контролем, вообще, играть, там, ниже, чем первый разряд, если у вас, я супер настоятельно не рекомендую. Там, ниже рейтинга, там, условно, 1900, 2000, ческома, либо лечеса. Такой контроль, я считаю, для вас просто должен быть под запретом, потому что вы потом посыпетесь, грубо говоря. То есть, в том плане, что все, что вы нарабатывали до этого, оно может потом уйти в никуда, или, по крайней мере, будет просто откат из-за того, что вся ваша игра будет сводиться к быстрой пристановке фигур без особого смысла. В общем, топ довольно субъективный. Понятно, что, там, допустим, если мы разбираем дебюты, там есть более объективный фактор. И, понятное дело, что, там, условно, испанская, там, итальянская партия у нас будет явно лучше, чем, там, дебют Гроба, или, там, какой-нибудь, там, дебют Сокольского, или какой-нибудь первый ход H3. Это очевидно всем. Здесь этот топ более субъективный, но я думаю, что для большинства шарматистов он будет похожий. Разве что, возможно, пулю многие поставят выше в категорию «хороший», «очень хороший». Кто-то вообще может поставить в категорию «отличный». Но, опять же, так и скажу, если мы разбираем именно пользу и вред, то пуля может нанести вред вам, и уж явно от нее будет меньше пользы, чем вреда. Потому что польза, разве что, будет одна, это то, что вы будете лучше играть в цитноте. Все остальное, это, скорее, минус. Потому что, иначе, увеличение пули вам, если вы будете сильно часто в нее играть, вам даст, скорее, только негативные последствия именно в вашей игре. То есть, в качестве ваших ходов, не в скорости, а именно в качестве. В общем, вот такой вот мой тирлист. Опять же, так и скажу, есть некоторые моменты субъективные по нему. То есть, тут не то, что мы там разбираем дебюты, где это более все-таки очевидно. Я думаю, что там больше людей бы со мной согласилось. Здесь, я думаю, что вообще есть люди, которые ни по одной позиции со мной не совпадут. И это вполне нормально. Но, тем не менее, думаю, что есть люди, которые и поставят так же точно, как и я, все эти временные контроли. В любом случае, я советую, прежде всего, вам учиться играть сильно, и потом играть быстро. Это то, что я тоже всегда говорю своим ученикам. И, в принципе, там на YouTube тоже своих видео, когда про Близ рассказываю, я тоже стараюсь про это не забывать говорить. Потому что научиться играть быстро несложно, а вот научиться играть сильно, это уже совсем другое дело. Поэтому учитесь именно играть качественно, ну а скорость потом со временем тоже придет. Это уже, в общем-то, вопрос чисто практики. В общем, всем спасибо за внимание, и до скорых встреч.